Ребята, всем привет! С вами канал Насекомолюб, и сегодня мы поговорим о пауке-крестовике обыкновенном. Поехали! Данный паук очень интересный и крупный. Самка достигает в размере аж 10-13 мм. Это очень крупный крестовик. Предпочитает селиться на деревьях под крышами зданий. Ведет исключительно одиночный образ жизни. Сети плетут только самки и крепят их к ветвям деревьев и кустарников на небольшой высоте. К паутинке должно быть логово. Это у пауков-крестовиков такое правило. Это также присутствует у крестовика Сергея, крестовика угловатого и так далее и тому подобное. Мы видим, насколько похожи самка и самец. А на данном видео мы вообще видим, что самец хочет подобраться к самке, но самка настроена на то, чтобы его скушать. Скушать. Поесть. И самцу надо быть очень осторожным. Вот очень осторожным. Но он немного понеосторожничал, и самка чуть его не укусила. И вообще, опловозрелые особи встречаются примерно с середины лета до глубокой осени. Кокон из желтоватой рыхлой паутины. В свой первый год пауки зимуют на стадии яиц. Следующую зиму встречают нимфами средних возрастов. А такую нимфу вы видели на зеленой палке в начале видео. Не зря же я фотки вставляю в видео, да? Охотятся крестовики, как я уже, возможно, говорил, на крупную добычу. Но в основном предпочитают ос, пчел, мух и бабочек. Ну, конечно, если тебе попадутся, а так дать им кого-нибудь другого все равно съест. Даже иногда ядовитых едят. Как вы видели, по нащитнике линейчатам. Арахнофоевы будут бояться, очень сильно бояться этого крестовика. Прямо очень сильно бояться. Как я уже говорил, он очень-очень крупный. Но когда у меня просто не знакомый, он очень боится пауков. И когда он увидел, он в обморку упал. Серьезно. Ну и, ребята, на этом все. До встречи в следующем видео. Пока! Пока!